всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я хочу немножечко порассуждать с вами по поводу гормонов которые регулируют нашу работу нашу систему всю в целом да и я часто сталкиваюсь с письмами с комментариями с вопросами особенно от женщин как мне ну не только женщин мужчины тоже пишут как не похудеть то есть для суставника для некоторых суставников большая проблема это вес избыточный вес и многие имеют сопутствующие заболевания диабет и там щитовидка еще что-то и конечно же эти сопутствующие заболевания они не дают возможности иногда сбалансировать гормональный фон то есть кто-то из женщин сидит на гормонах в связи с какими-то своими женскими там проблемами вот женщина некоторые уже начинают быть похожими на мужчин ну видите да вы часто видите вокруг нас женщины бальзаковского возраста я так мягко скажу там которые почему-то состригают себе волосы но скорее всего потому что они уже редкие ломкие вот и превращаются у них лица становятся такие более грубые черты вот они превращаются таких жена мужчин вроде бы крупный вот такой остров да но вот по лицу уже трудно определить женщина это или мужчина и это конечно связано с гормональным фоном который ломается и люди привыкают жить вот в этом гормональном дисбалансе особо туда не лезут как бы живу хромаю кушаю все подряд и вы в это же время вы надеетесь на то что может быть зарядка может быть какая-то гимнастика поможет вам ну убрать болевые ощущения конечно это полнейшая глупость если у вас повышенный вес если вы раскоординированы если вы тем более никогда не занимались ваши мышцы вместо ваших мышц жир и никакая гимнастика они ничему не поможет она только может усилить ваши болевые ощущения это не говорит о том что не надо заниматься конечно надо заниматься потихонечку что-то делать но в комплексе вы должны рассмотреть свою диету и обязательно проверить свой гормональный фон сходить к нескольким эндокринологам к нескольким разным врачам которые друг друга не знают и понять суть вещей вот я сейчас расскажу про себя чтобы вы понимали да что у меня я нахожусь на курсе тестостерона и как профессиональный спортсмен как выступающий много лет и мой курс тестостерона вот последний анализ я там где-то чуть меньше месяца сдавал референтное значение но в наномолях из меня измеряется тестостерон у меня должен быть то есть там пишут сколько у тебя должно быть и сколько у тебя есть вот у меня должно быть от 8 и 6 вот от 9 наномолий до 23 наномолий 23 или 26 то есть как бы вот то количество тестостерона которое должно быть в возрасте там у 60-летнего мужчины у меня уровень тестостерона 120 120 наномолий то есть вот представьте там во сколько в пять раз да там в пять в шесть раз у меня выше уровень тестостерона чем положено по референтному значению то есть он у меня за высшим в шесть раз то есть это 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 ненормально это аномально соответственно если повышается тестостерон искусственно там да то повышается давление потому что крови больше сердце работает в усиленном режиме печень почки как фильтры работают в усиленном режиме холестерин повышенный потому что из холестерина производится синтезируется тестостерон если хол repeat если тестостерон не извне водится на то естественно холестерин начинает уже в свободном плавании находиться Его показывают анализы. Кроме этого эстрадиол пролактины, женские гормоны, которые создают вот это пивное брюхо, живот, они естественно высокие. У меня эстрадиол завышен в 4 или в 5 раз. Очень просто высокий эстрадиол. Но при этом, как вы видите, я в нормальной форме. Для меня эстетика, моя форма важна, потому что я много лет уже тренирую закрытую группу. В основном там 70-80, сейчас уже процент, раньше было 90%, сейчас 70% уже женщин, но все равно женщин больше. И мне не безразлично, как я выгляжу в часовом занятии, когда я тренирую в онлайн режиме, как я выгляжу внешне. То есть, зачем тогда тренировать людей, если сам ты просто мешок с говном или там мешок с костями. Поэтому стараешься, конечно, держаться каких-то своих эстетичных норм. И я вам просто пытаюсь объяснить, что вот эти гормональные дисбалансы, они, конечно, влияют на ваше состояние. Но если вы находитесь в дисциплине, в дисциплине, если вы правильно питаетесь, мы возвращаемся опять к правильному питанию, то все у вас будет хорошо. Потому что в основе своей, да, вот что вы поглощаете, то и расщепляется. И мне вот сейчас уже, ну, с опытом, с годами, и честно, я вот когда интернет открываю и смотрю, вот этот калораж, когда люди начинают подсчитывать калории, которые они там употребляют, там сколько-то белков, сколько-то углеводов. При этом они жрут все подряд, как это, конвейер, да, они поедают все в смешанном виде, закидывают туда и углеводы, и белки там, и траву, и все, и печенье, пряники заливая пепсиколой. Вот, потому что некоторые же думают, что недобор калоража, можно там шоколад поесть, там булочку сладкую и так далее. И какой калораж вы подсчитываете, это такая глупость вообще, да, потому что как можно подсчитать калории, там, допустим, с мяса, которое у вас в желудок упало вместе с лавашом, с овощами, вместе там с бутылкой пепсиколы, и потом еще туда провалился еще торт Наполеон, там, например, кусочек там, да. Какой калораж вы можете подсчитать, если у вас в желудке идет процесс брожения, то есть идет процесс гниения вашего мяса, которое никак не расщепится до состояния аминокислот, потому что оно будет гнить, потому что будет идти процесс брожения, то есть вот там тесто, глюкоза, сахар дадут вам вот этот эффект брани, да. И что вы там подсчитываете? На что вы, вы что думаете? Что вы силой мысли там расщепляете все и разводите, куда нужен там вот этот калораж? Вот. Сколько, а вы считали, сколько энергии тратится на то, чтобы переварить этот кусок мяса, например, там, да? А если кусок мяса переваривается за определенное количество энергии, а если вы с лавашом это все сделаете, там, да, с мидиями, с какими-нибудь рыбопродуктами, и что вы там еще добавите в течение, там, застолья, пока вы сидите, разговариваете. То есть такая, ну, пища должна быть достаточно скудная, понятная, понятная визуально для глаза и понятная для желудка. То есть опустите кусок мяса в свой желудочный сок, добавьте туда травы, добавьте туда овощей, и пускай он переварится нормально. Дайте ему 4 часа положенных для переваривания, потом уже положите туда каши, там, 300-400 грамм, ну, если мы говорим о здоровом мужике, там, да? И уже так будет понятней для вашего желудка, я как пример. А когда вы мажете бутерброды с маслом, укладываете там копченую колбаску, берете яичко, все это запиваете кофе со сгущенным молоком, то, ну, это просто, ну, чешуя, это просто полное, полное непонимание, что вы делаете с собой, и уж о здоровых суставах тут речи идти вообще быть не может. Все, спасибо за внимание, если вы хотите присоединиться к моим тренировкам, я ссылочку оставлю внизу здесь, можете перейти по ссылке, написать мне письмо, и мы с вами на ресурсе контакта, это все находится, мы с вами пообщаемся и посмотрим, нужна вам группа или не нужна. И вообще, вы мне нужны там группа или не нужны. Всем пока, живем без боли, с вами был Тренин Хапаев, пока.